У нас первый доклад сегодня как раз посвящен гематологическим проблемам. Мы будем обсуждать место препаратов трехвалентного железа в лечении железодефицитных состояний. Докладывать будет Евгений Валерьевич Ших, профессор, директор Института профессионального образования после дипломного первого меда, заведующий кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней. Я вам, собственно говоря, передаю слово. Из эфира я выхожу. Пожалуйста. Спасибо большое, Павел Андреевич. Уважаемые коллеги, дорогие доктора, сегодня я буду говорить о фармакотерапии железодефицита. И в первую очередь я хочу сказать, что несмотря на то, что у нас с вами есть огромное количество препаратов железа, препараты эти очень разнообразные, у нас на сегодняшний день проблема железодефицита переходит из разряда проблем медицинских в разряд проблем социальных. И связано это с тем, что рост пациентов с железодефицитными состояниями постоянно идет вверх. То есть количество таких пациентов увеличивается. И все-таки в качестве основной причины железодефицита Всемирная организация здравоохранения объявляет нам низкий социально-экономический уровень и недостаточное поступление продуктов питания, недостаточное поступление железа. С другой стороны, мы знаем, что на сегодняшний день достаточно высок процент населения, которые придерживаются разнообразных диет. В ради случаев эти диеты связаны с религиозными предпочтениями, В ряде случаев эти диеты обусловлены другими какими-то причинами, но факт остается фактом. Поступает мало продуктов питания, которые содержат железо. Высокий процент пациентов с хроническими заболеваниями, которые сопровождаются анемическим синдромом, тоже способствует росту количества таких пациентов. И на сегодняшний день еще раз говорю, что проблема эта достаточно высокая. Мы с вами знаем, что анемия является осложнением целого ряда заболеваний. Анемия – это осложнение воспалительных заболеваний кишечника, анемия при артериальной гипертензии, анемия при сахарном диабете, мы тоже это видим, при хронической сердечной недостаточности, при хронической почечной болезни, при остром коронарном синдроме, при заболеваниях сердца, при инфаркте и при шемической болезни сердца. В ряде случаев анемия непосредственно является фактором, который является независимым фактором неблагоприятного исхода заболевания. В частности, мы это видим при ишемической болезни сердца. Также мы с вами знаем, что ряд заболеваний могут приводить к развитию анемии. Мы часто видим анемию у пациентов с установленным диагнозом патологии желудочно-кишечного тракта, у пациентов с эрозивным гастритом, с язвенной болезнью желудка, с болезнью крона, с язвенным колитом, синдромом алиабсорбции. Достаточно часто мы встречаем анемические состояния у гинекологических пациенток. Это, как правило, связано с аномальными маточными кровотечениями. Ну и целое новое направление большое – это анемия, хронические заболевания. Это анемия при хронической почечной болезни, при хронической сердечной недостаточности, ну и так далее. Таких пациентов мы тоже с вами видим достаточно много. И самым распространенным видом анемии продолжает оставаться железодефицитная анемия. Железодефицит – какая у нас с вами тактика при различных состояниях? Вот, предположим, мы обследуем пациента. В ряде случаев у нас есть возможность изучить ключевые показатели обмена железом. Да, ферритинка, эффект насыщения трансферина железом, сывороточное железо. В ряде случаев такой возможности нет, признаемся, да, и мы можем только определить, скажем, гемоглобин, эритроциты и гематокрит. Вот, определяя показатели обмена железа, мы с вами пациентов можем разделить на три группы. Это пациенты без железодефицита, мы можем их называть пациентами с предлатентным дефицитом железа, можем их так не называть. Это пациенты с латентным дефицитом железа и пациенты железодефицитной анемии. И в отношении вот этих трех групп пациентов у нас существует разная тактика. Если мы говорим о пациентах без железодефицитного состояния, то учитывая высокий уровень распространения железодефицита на территории нашей страны, им рекомендована профилактика железодефицитных состояний. Профилактику железодефицитных состояний рекомендуется проводить биологически активными добавками, которые содержат железо на уровне пищевой суточной потребности, это 33 микрограмма, да, и в комплексе с витаминами группы В. Если мы говорим о пациентах с латентным дефицитом железа, то здесь мы проводим профилактику, назначая 60 миллиграмм железа в сутки, но уже в виде лекарственных препаратов. Если у нас пациент с железодефицитной анемией, то согласно клиническим рекомендациям железодефицитной анемии рекомендовано принимать 100-120 миллиграмм железа в сутки. Такая сейчас у нас рекомендация. Если мы имеем дело с железодефицитной анемией средней и тяжелой степени тяжести, то дополнительно показано определение эритропоэтина. У нас на территории Российской Федерации зарегистрированы, и мы можем применять препараты рекомендационного эритропоэтина. Но у нас доктора не очень любят эти препараты, не очень хорошо их знают. И в основном их применяют только гематологи, терапевты редко пользуются такими препаратами. Давайте с вами посмотрим, какие современные подходы к выбору терапии при анемии. Согласно нашим клиническим рекомендациям, препаратами первой линии являются пероральные препараты железа. Это могут быть препараты как двухвалентного препарата железа, так и препараты трехвалентного железа. Парентеральные препараты мы используем в исключительных случаях. Парентеральные препараты мы используем, если мы имеем дело с тяжелой анемией, гемоглобин менее 70 грамм на литр, при непереносимости пероральных препаратов железа, При необходимости быстро поднять гемоглобин, при установленном диагнозе патологии желудочно-кишечного тракта с нарушением усвоения железа, синдром анабсорбции, энтериты, болезнь крона, целиакеи и другие. Препараты инъекционные мы применяем при анемии хронических заболеваний. То есть здесь вводятся парентеральные препараты железа, часто парентеральные препараты железа в сочетании с эритропоидином. То есть еще раз повторяю, первая линия терапии это пероральные препараты железа. Это могут быть как двухвалентные, так и трехвалентные препараты железа. На рынке зарегистрировано огромное количество различных препаратов железа. Давайте с вами попробуем в них разобраться и каким-то образом систематизировать наше знание. То есть подойдем к ним с точки зрения клинической фармакологии. Вот все огромное количество коммерческих препаратов железа мы с вами в первую очередь можем разделить на две большие группы. Это пероральные препараты железа и парентеральные препараты железа. Все парентеральные препараты железа это только препараты трехвалентного железа. Здесь других препаратов нет. Если мы говорим о пероральных препаратах железа, то здесь у нас две большие группы. Это препараты двухвалентного железа и препараты трехвалентного железа. Они могут быть представлены разными соединениями, что принципиально отличает препараты двухвалентного железа от препаратов трехвалентного железа. Это биодоступность. У препаратов двухвалентного железа биодоступность 30-40%, у препаратов трехвалентного железа биодоступность 10%. Вот когда мы клинические фармакологи выступаем, мы всегда ратуем за препараты с высокой биодоступностью. Но в данной ситуации высокая биодоступность имеет две противоположные стороны. С одной стороны, высокая биодоступность – это более быстрое наступление промокологического эффекта, более быстрое наступление улучшения состояния пациента. С другой стороны, в данном случае, если 30-40% ионизированного двухвалентного железа будет выделяться в одном месте желудочно-кишечного тракта, то как раз это и будет причиной того, что мы с вами видим при применении препаратов двухвалентного железа такое большое количество нежелательных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта. Препараты трехвалентного железа не выделяются в ионизированном виде и поэтому они существенно лучше переносятся, существенно меньше количества нежелательных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта. Нужно сказать, что лекарственные препараты железа, они существуют очень давно. В 1831 году француз Пьер Бло первый был, кто сделал таблетки из сульфата железа. Их называли таблетки Бло. И все бы ничего, но эти таблетки плохо переносились, о чем мы и говорим. Сульфат железа двухвалентный немедленного высвобождения, он действительно плохо переносится. И далее и врачи, и фармацевтическая промышленность формирующаяся были заняты тем, чтобы сделать препараты, которые хорошо переносятся. То есть препараты с лучшей переносимостью, более безопасные препараты. И именно такими препаратами и явились препараты трехвалентного железа, которые были разработаны как раз в связи с тем, что препараты двухвалентного железа переносятся плохо. В чем плюс препаратов трехвалентного железа? Почему они хорошо переносятся? Трехвалентное железо не выделяется в ионизированном виде в просвет желудочно-кишечного тракта. Комплекс, гидроксид полимальтозный комплекс является достаточно стабильным. И препараты на его основе, как правило, имеют приятный вкус и практически не приводят к окрашиванию эмали зубов. Даже при длительном применении. Препарат, о котором сегодня я вам буду говорить. Трехвалентный препарат железа Биофер не окрашивает зубы, о чем внесена запись в инструкцию по медицинскому применению. Препараты трехвалентного железа не диссицируют с освобождением свободных ионов железа. Поэтому они не усиливают различные оксидативные процессы, не индуцируют процессы свободно-радикального окисления. Ну и как результат, препараты на основе гидроксид полимальтозного комплекса демонстрируют более высокую безопасность. То есть они хорошо переносятся пациентами. Почему мы так все время говорим о безопасности? Дело в том, что препараты железа, как мы с вами понимаем, это препараты, которые предназначены для длительного курсового применения. Чем выше комплоентность, тем в большем проценте случаев у нас с вами возможность добиться результата восстановления целевых гематологических показателей. Применение трехвалентного железа практически не повышает содержание свободных ионов железа в крови. Это как раз демонстрирует представленный здесь график. Мы видим, вы можете сравнить количество ионов, количество железа при применении 100 мг трехвалентного железа практически нету ионов железа, что опять же способствует более хорошей переносимости. Если мы посмотрим по традиционным нежелательным эффектам, то я уже говорила, что препараты железа трехвалентного не вызывают окрашивание зубов. Если мы будем сравнивать по параметру тошнота, диарея, запор, то здесь мы тоже видим, что препараты трехвалентного железа существенно реже, статистически значимо реже вызывают тошноту, статистически значимо реже вызывают диарею и статистически значимо реже вызывают запоры. Какие еще есть преимущества препаратов трехвалентного железа перед целевыми препаратами железа? Но первое, о чем я хочу сказать, это передозировка и отравление вследствие неконтролируемого всасывания. У препаратов двухвалентного железа это возможный вариант. У препаратов трехвалентного железа полностью отсутствуют риски, связанные с неконтролируемым всасыванием железа. Препараты трехвалентного железа в связи с тем, что в ионизированном виде не выделяются, у них практически нет взаимодействия с другими лекарственными препаратами и с пищей. Почему мы сейчас так много внимания уделяем взаимодействию с другими лекарственными препаратами? Потому что большинство пациентов являются коморбидными, они применяют другие лекарственные препараты и ионизированные ионы железа могут влиять на биодоступность других лекарственных препаратов. Что для нас важно? Для нас важна комплоентность и приятный вкус трехвалентных препаратов железа, которые не имеют металлического привкуса, это тоже будет плюсом. Ну и все это приводит к тому, что при применении трехвалентных препаратов комплоентность более высокая. Теперь давайте с вами обратимся к нашим последним клиническим рекомендациям. Как, каким образом необходимо восполнять уровень тканевых запасов железа? Первая линия терапии, я уже говорила, это пероральные препараты двухвалентного и трехвалентного железа. Какая оптимальная доза? Оптимальной считается доза до 120 миллиграмм в день. Вот мне, например, довелось работать в терапевтическом стационаре, когда мы применяли существенно более высокие дозы. На сегодняшний день тактика такова, что рекомендуется добиваться желаемого результата путем применения как можно более низких доз диапазона. И это связано и с переносимостью в том числе, и с рядом опубликованных работ, которые показывают, что при сравнении применения более высоких и более низких доз, статистически значимых различий при применении более высоких доз нет. А количество нежелательных эффектов намного выше. И количество пациентов, которые прекращают прием препаратов железа в связи с этими нежелательными эффектами, также существенно выше. Но я хочу обратить ваше внимание, что и препараты двухвалентного железа, и препараты трехвалентного железа, все препараты имеют свои ниши для клинического применения. Когда мы с вами выберем препараты двухвалентного железа? В том случае, если нам необходимо быстро достигнуть результата. Если перед нами пациент молодого возраста или пациентка, и мы с вами прогнозируем, что прием препаратов железа будет проводиться в строго ограниченный период времени. Если мы с вами имеем дело с пожилым пациентом, с тем пациентом, у которого полипрагмазия, напомню вам, более пяти препаратов одновременно он принимает, с пациентом, у которого есть еще и другие заболевания, и он будет принимать препараты железа длительно, а в ряде случаев мы понимаем, что такой прием может быть пожизненным, например, при заболеваниях почек, в этом случае мы порекомендуем пациенту и сами для него выберем препараты трехвалентного железа. Препарат, о котором мы сегодня говорим, это препарат Биофер, это препарат комбинированный, сюда входит железо-3-гидроксид-полимальтазат, что соответствует 100 мг чистого железа, плюс фолиевая кислота, 350 мкг. 350 мкг фолиевой кислоты – это доза на уровне пищевой суточной потребности. Еще раз подчеркиваю, что в инструкции по медицинскому применению этого препарата указано, что он не вызывает окрашивание зубов, то есть окрашивание зубов не угрожает пациенту, даже в том случае, если он очень длительно будет принимать данный препарат. Вы видите, что на рынке в настоящий момент очень много препаратов комбинированных. И какие у нас компоненты входят в эти комбинации? Компоненты разные. Есть и цистеин, есть и янтарная кислота. Но я хочу обратить ваше внимание, что так традиционно сложилось у нас в стране. Если мы говорим о железодефиците, то мы назначаем и говорим только о препаратах железа. И при этом мы с вами забываем, что эссенциальными микронутриентами для кроветворения, помимо железа, являются фалаты и является цианкобаламин. И при дефиците этих веществ, естественно, что процессы кроветворения будут замедляться. Поэтому мы с вами видим, что на рынке достаточно большое количество комбинированных лекарственных препаратов, которые в том числе содержат именно фолиевую кислоту. Я хочу показать вам, доктора, одну интересную экспериментальную работу. Вот эта работа проведена на экспериментальных животных. Экспериментальные животные длительное время, 28 дней, находились на диете, согласно которой они не получали ни железа, ни фалатов. Затем их разбили на три группы. Одна группа экспериментальных животных получала только железо. Другая группа экспериментальных животных получала только фалаты. Третья группа экспериментальных животных получала и железо, и фалаты. Так вот, опережающим образом гематологические показатели восстановились именно в той группе животных, которая получала и железо, и фалаты. Какое объяснение этому дают исследователи? На сегодняшний день известно, что фалаты принимают участие в синтезе белковой части гема. И это очень важная их функция, которая позволяет ускорить восстановление гематологических показателей. В настоящее время рассматривается еще и другая сторона вопроса рациональности добавления фалатов в состав комбинированных препаратов. Мы знаем, что повышенное накопление железа в мягких тканях наносит ущерб их функции. И избыточное накопление железа в печени, оно может быть ассоциировано с фиброзом, с циррозом, с дисфункцией печени. И на сегодняшний день добавление фалатов в препараты железа рассматривается и как мера безопасности. Но и особенно я хочу обратить внимание на то, что один из эффектов фолиевой кислоты, он ассоциирован со способностью регулировать транскрипцию генов, связанных с окислительным стрессом в печени. И регулируется активность определенных генов. И это один из механизмов повышения безопасности применения железа при длительном применении. У нас препараты железа, еще раз повторяю, есть двухвалентные, есть трехвалентные. В основном мы сейчас отдаем предпочтение комбинированным препаратам железа. И сегодня мы рассматриваем трехвалентный препарат железа, который входит в гидроксид полиомальтаза и фолиевая кислота 350 микрограмм. Вот есть клинические исследования, которые изучали безопасность применения этого препарата, в том числе сравнение с сульфатом железа. Почему мы все время сравниваем все препараты по эффективности и безопасности с сульфатом железа? Сульфат железа является золотым стандартом, так же как деклофенат среди эстероидных противовоспалительных препаратов. Если мы посмотрим на нежелательные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, то при применении железа сульфата нежелательные эффекты проявлялись более чем у 65%, при применении железа тригидроксид полиомальтаза только у 27%. При запорах, при применении двухвалентного железа, запоры встречались почти у 50% пациентов, при применении трехвалентного железа это чуть больше 14% пациентов. Не было диареи, не было сыпи, единичные пациенты отметили металлический привкус при применении препаратов трехвалентного железа. И в итоге частота встречаемости нежелательных эффектов при применении трехвалентных препаратов железа существенно ниже, чем при применении сульфата железа. Есть клинические исследования, они опубликованы, здесь я привожу данные взятые из статьи. При применении биофера, который является комбинированным препаратом трехвалентного железа и фолиевой кислоты, мы видим динамику гематологических показателей уже через 2 недели, увеличение статистически значимое гемоглобина. Через 3 недели мы видим увеличение статистически значимое количество эритроцитов и возрастание среднего содержания гемоглобина. И через 4 недели нормализацию среднего объема эритроцитов. Принято спрашивать у пациентов, как они оценивают лечение. Вот согласно субъективной оценке пациентов, 83 пациента отметили улучшение состояния уже через 2 недели после начала терапии. Но мы с вами знаем, что достаточно быстро гематологические показатели, конечно, не увеличиваются и имеет смысл нам с точки зрения объективных данных ожидать возрастания уровня гемоглобина через 3-4 недели после начала терапии. Я хочу сказать, что существует взгляд на фармакотерапию препаратами железа, который заключается в том, что если мы с вами достигли целевых показателей, но не устранили причину возникновения синдрома железодефицита, то необходимо продолжать поддерживающую терапию препаратами железа. Поддерживающая терапия препаратами железа проводится, как правило, в половинной дозе от терапевтической. Мы с вами рассматриваем терапию препаратами железа, вот я бы ее ассоциировала все-таки с заместительной терапией. И, конечно, когда мы говорим о железодефиците, то подход должен быть комплексным. Мы с одной стороны проводим заместительную терапию дефицита железа, то есть назначаем препараты железа. С другой стороны мы проводим с вами дифференциально-диагностический поиск для того, чтобы выявить причину дефицита железа и при возможности причину дефицита железа устранить. И поэтому не нужно забывать, что пациента тоже нужно обследовать и наряду с препаратами железа проводить другую терапию. Очень часто врачи задают вопрос, вот какая сейчас тактика, как часто нужно принимать, какая кратность приема препаратов железа. Нужно сказать, что сейчас мир склоняется к тому, что препараты железа целесообразно применять один раз в сутки. Почему? Потому что когда у пациента существует железодефицит и мы даем ему препараты железа, эти препараты железа начинают очень активно всасываться. Как только активизируется всасывание железа, так сразу у нас выходит белок гипсидин, который блокирует всасывание железа. Вот повышенный уровень гипсидина, он сохраняется в течение 24 часов. Поэтому считается целесообразным на сегодняшний день применять режим дозирования однократно в сутки. Уважаемые коллеги, я все, что хотела, рассказала. Спасибо за внимание. Спасибо. Друзья, вопросы? Ну, давайте, пока вы вопросы готовите, я немножко, поскольку сегодня такая историческая у нас тема, напомню, что в свое время основным специалистом по анемиям, по железодефицитной анемии в том числе, был Лев Ощадельсон. Это был сотрудник Андрей Иванович, они вместе работали на кафедре гематологии и интенсивной терапии ЦЛИУФ, Институту совершенствования врачей. И, в общем-то, эту тему, вот, дефицита железа поднимал Эдельсон. И я вам хочу сказать, что Эдельсон рассказывал только про двухвалентное железо. Более того, он всегда говорил, что трехвалентное железо не всасывается вообще. Это были 80-е годы, может быть, начало 90-х годов, но вот поколение врачей, которое росло тогда, было абсолютно твердо уверено в том, что трехвалентное железо никому не нужно. И, откровенно говоря, мы это писали во всех методичках, учебниках и так далее. Но абсолютных истин не бывает. И на сегодняшний день мы с вами видим, что трехвалентное железо всасывается, всасывается неплохо и благополучно лечит железо в дефицитной анемии. Правда, я хочу напомнить, что когда Эдельсон все это читал, то современных препаратов не было вообще. У нас были гематоген, такой был замечательный препарат, если кто-то помнит, да? Тогда это была бычья кровь. Сейчас, ну сейчас это другое, название сохранился, а на самом деле там оказывается теперь, по-моему, сульфат или что-то железо. Вот, и был препарат, господи, фераплекс. Да, значит, спустя годы я выяснил, что фераплекс – это детские дозы, там 10 миллиграмм железа. А тогда, по сравнению с гематогеном, это был прекрасный препарат, он хорошо лечил. Но сейчас, когда мы говорим о 100 миллиграммах железа, то, конечно, фераплекс использовать никто не будет. И, по-моему, он скончался, здесь что-то я не помню на рынке. Мне кажется, у него нет регистрации. Ну, да, во всяком случае, в последние годы я ничего про него не слышал. Вот, ну и постепенно все-таки растет применимость трехвалентного железа. У трехвалентного железа была одна большая проблема – это цена. И он был экономически, конечно, менее эффективен, чем двухвалентное железо. Но, может быть, сейчас эта ситуация меняется, потому что цена была на оригинальные препараты, на такие, в общем, высокотехнологичные компании задирали цены. Может быть, сейчас появление препаратов от более дешевых производителей, она будет играть меньшую роль. Можно ли применять биофер при аномии у больных РБП или дефицит железа? Ну, их нужно исполнять только внутривенным введением. Ну, мне кажется, я вам показывала, что все зависит от того, какой уровень гемоглобина и какое состояние. Если гемоглобина меньше 70, то внутривенное введение железа. Но при этом я хочу напомнить, что внутривенное... Нет, нет, это ХТП имеет в виду... Комическое болезнь почек, да? Да, диализные больные. Я хочу напомнить, коллеги, что внутривенное введение железа сопряжено с целым рядом нежелательных эффектов. И для этого должны быть специальные условия. Это должно быть, как минимум, кабинет, который оборудован противоанфилактическими различными вещами. И если препарат железа попадает под кожу, то возникают существенные некрозы. Именно поэтому препараты внутривенного железа сейчас... Вот когда я, например, училась в ординаторе, я уж тут под впечатлением от Павла Андреевича буду тоже, так сказать, погружаться в исторический экскурс. Мы очень широко использовали и внутривенное введение, и внутримышечное. Но мы всегда это делали в процедурном кабинете или в кабинете интенсивной терапии. Но постепенно эти препараты ушли. Вот я лично увидела при попадании под кожу, я видела ужасные некрозы, я видела сложнейшие реакции. Именно поэтому сейчас говорят о том, что препараты железоинъекционные применяются только в исключительных случаях. В исключительных случаях. А вот, например, в Up2Dain, в Годлайне, там под большим вопросом введения инъекционных препаратов железа, они пишут о том, что инъекционное введение влияет на стабильность пациента. Если у пациента, например, нестабильные процессы в сердечной мышце, там ишемическая болезнь сердца нестабильна, то это может спровоцировать острое состояние. То есть я не отрицаю инъекционное введение. Я просто говорю о том, что инъекционное введение должно быть хорошо обдумано и хорошо организовано. Ну да, это последнее, что используется при дефиците железа, хотя у нас, к сожалению, есть любители... Для красоты. Нет. Вы знаете, у нас организация здравоохранения в стране сделана таким образом, что вы не можете назначить пароральные препараты в больнице, потому что они не входят в формуляры больницы. И у нас начинает колоть железо. Походят два дня и выписывают домой. Потом больной приходит из больницы, да, у него, конечно, гемоглобин поднимется. Но ведь поднятие гемоглобина – это не самоцель. Наша задача – восполнение дефицита. Тканевое. А дефицит требует... Ну, конечно, да, ферритина там и так далее. А это, ну, минимум месяца три надо железо давать в малых дозах, но постоянно давать, потому что от этих разовых инъекций ничего хорошего не получается. Фармакокинетика инъекционных препаратов такова, что быстро нарастает уровень гемоглобина и очень быстро падает при прекращении инъекционного применения препаратов железа. Колоть каждый день вы его не будете. Вот. Но тут, конечно, еще есть подводный камень. Дело в том, что инъекции железа входят в схему лечения анемии у больных на диализе вместе с эритропоэтином. Утверждается, что нужно иметь высокий уровень железа в крови в моменте введения эритропоэтина, потому что эритропоэтин коротко стимулирует накопление железа, железа, вызывая на несколько часов бурный рост эритропоэтин чувствительных клеток. Сокровенно говоря, на мой взгляд, это туфта. Никаких работ по этому поводу я не видел. Но все колят, к сожалению, больными на диализе железо вместе с эритропоэтином. Тем более, что эритропоэтин не у всех тоже работает. В общем, разбираться в этом никто не хочет. Колят и колят. Ну, это относительно небольшая группа пациентов, но мне кажется, что если уж делать железо, то, конечно, им тоже нужно давать железо в таблетки. Я вспоминаю, у меня была одна знакомая из Израиля, она бывшая наша девушка, медсестра по уходу, но она медсестра с высшим образованием. Она меня как-то спрашивает, она уже чуть-чуть позабыла русский язык. Говорит, а почему вы делаете уколы, когда больной кушает? Я говорю, что значит, когда кушает? Ну, вроде не делаем укол, у нас так не принято. Не, ну, если он кушает, почему вы делаете уколы? Оказывается, она имела в виду, что нигде в мире не делают инъекции, если больной может принимать таблетки. Ну, в переводе на русский, никто не делает уколы железа, если можно пить железо в виде таблеток. Ну, просто это такое правило. Это касается не только, естественно, железа, это касается и других препаратов, и тех же гипотензивных, и прочее, прочее. Вот, ну, просто имейте это в виду. Так, а можно ли хоть немного восполнить биоферм дефицит железа у больных с ХБП на додезализном этапе? Ну, конечно, нам надо. Можно, конечно, но только это не будет быстро. Нужно понимать, что этот процесс достаточно долгий. Вот Павел Андреевич сказал, если вы обратили внимание, что при трех валентных препаратах железа, чтобы ДПО наполнилось, прием 4-5 месяцев. 4-5 месяцев. От 3 до 5 месяцев, я бы сказала. То есть для этого нужно большой промежуток времени. Так, ну, хорошо. Еще вопросы есть, друзья? А то я смотрю, у нас товарищ лектор отвлекается на рабочие процессы. Вообще удивительно, что вы выкрыли время, потому что, насколько я помню, у вас никогда времени на взаимодействие. Почему? Я склонна к планированию Павел Андреевича. И планы свои реализую, как правило. Спасибо большое. Рад был вас увидеть. Я тоже. Спасибо большое. Тем более, что очень приятно, что такой знаменательный день и очень удачная доска. И мне кажется, что он улыбается, вот на мой взгляд. Ну, может быть. Я привык, что он больше улыбается, чем там. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.